Всем привет, ребят! Сегодня у меня домашний день, я сегодня дома. Ещё у меня очень странная кофта. Смотрите, тут должны кончаться плечи, она почему-то вот такая странная, не понимаю. Не нравится. У меня таких три разных цветов, какого чёрта? Короче, а, зацените мой маникюр. Нравится? Длинные ногти. Не знаю, клюющие они, не клюющие, на мой взгляд. Эти не клюют. Да всё равно клюют. Вы знаете, почему клюют? Потому что я наращиваю ногти не так, что мне подстригли, там, подпилили свои ногти до конца и нарастили. А так, что, получается, мне, по сути, можно сказать, ногти не наращивают, а укрепляют. Там, акрилом, гелем, мои же ногти. То есть, мои ногти сейчас такой длины, мои собственные, потому что они растут, да? Ну, вы знаете. И получается, что под этим гелем, акрилом мои ногти из-за этого они утяжеляются, насколько я понимаю. То есть, естественный рост ногтей, он идёт не прямо, а чуть вбок. Ну, то есть, это нормально, да? Наверное, я думаю. И это, как бы, считается нормально. Да? Я, когда ногти клюют, это не очень, я вам так скажу, это не очень даже не то, что внешне, а просто неудобно, потому что ты что-то на телефоне делаешь, а у тебя ногти вот так вот ходят. Я просто к тому, что если вдруг вам захотелось написать что-то про мои ногти, меня это не обижает. Мне как бы нравится то, что я делаю, мне нравится. И советую всем жить так. Кстати, в прошлом, позапрошлом в блоге я вам такая говорю, что следующий влог будет с дачи. Я забыла об этом упомянуть в видосе в блоге, который вышел у меня сегодня, 11 числа. Кстати, у моей бабушки сегодня день рождения. С днём рождения, бабуль. Ну, я ей уже звонила, поздравляла. Ну, в общем. И я забыла там вам рассказать, что я не поехала на дачу, и поэтому влог с дачи, ну, как бы, нет. К сожалению, но какие наши годы, ещё поедем. Не получилось просто поехать, потому что у меня у мамы не получилось поехать на дачу, а у меня нет смысла ехать на дачу без моей мамы. Ну, как бы, что мне там ловить одной, скажем так. О, кстати, вот и мама что-то мне записала. Ну, ладно, я фотки скинула. В общем, рассказываю. Вчера у меня был очень физически тяжёлый день. Вы, наверное, думаете, хотя те, кто следят за мной в Инстаграм, то вы знаете, что у меня вчера были дела. И дела, о которых я могу рассказать, это пойти на маникюр. Ну, сидела я там, ну, не знаю сколько, ну, 2 часа. Ну, 2 часа я сидела на маникюре. Причём изначально хотела я сделать другое, но решила не рисковать. Думаю, ладно, я люблю красный. Тем более, в последнее время я иногда бывает красной помадой пользуюсь, но не для повседневной жизни. И даже на выходы я, честно говоря, красная помада, мне сложно к этому привыкнуть. И я себе намного больше нравлюсь, когда я вот с естественным каким-то цветом губ. Вот, хотя здесь всё равно у меня есть какой-то помада. Моя жизнь, скажем так, которую я показываю обществу, да, всем вам, моим подписчикам, у меня как бы... Я как Хана Монтана. Ну, кто смотрел, тот знает. У меня типа 2 жизни. И это самый угар, потому что я реально думаю, что я Хана Монтана. Не, не то, что я типа сумасшедшая, я реально думаю, что я Хана Монтана. А я просто к тому, что у меня как у неё. Есть Юля Пушман, которая, ну, типа блогер, популярный там, подписчики, лайки, всё такое. А есть Юля Гагетидзе, ну, типа чисто я. Ну, как бы сейчас уже не так, но раньше, типа, Юля Пушман там не ругается матом, не курит, не пьёт, ничего. Юля Гагетидзе, поехали в натуре! Это сейчас как бы границы немножко стираются. Я уже рассказала всем, что я Айка скуру, что я вино люблю, и что я ругаюсь матом. И у Юли Гагетидзе есть иногда дела, о которых она не рассказывает в интернете. Какие-то семейные дела, какие-то вопросы, которые надо решить, там, что-то связанное с очень личным. Или какие-то моменты, которые я не могу вам рассказывать, пока там это не произойдёт. То есть какие-то, ну, серьёзные ситуации, может быть, или какие-то, не знаю, интересные такие вещи, которые пока рано рассказывать, но я точно их захочу рассказать просто чуть попозже. То есть, ну, как бы, это я к тому, что иногда мне пишут, типа, Юля, у тебя такая скучная жизнь. Если бы снимали про меня сериал, типа, Хана Монтана, да, ну, типа, например, не Хана Монтана, а, типа, Юли Пушман, да, и как бы все бы видели меня, Юлю Гагетидзе, какие дела я делаю, Юлю Пушман, какие дела я делаю, то тогда всем бы не казалось, что у меня какая-то скучная жизнь. И просто, да, я не хожу там на какие-то суперзанятия, ну, не заморачиваю свою жизнь какими-то неинтересными для меня штуками. Ну, я не говорю, что не полезными, а просто неинтересными. Потому что у меня и так хватает забот, вот. У меня очень большая семья, у меня очень много дел бывает. И я снимала влог вчера, когда занималась всякими своими секретными личными делами. И в какой-то момент, когда я смогу вам об этом рассказать, я все это выставлю и думаю, что будет очень интересно. Очень, я думаю, что начнется какая-то новая интересная глава в моей жизни. Если что, я не выхожу замуж и не беременна. Сегодня у меня домашний день, я планирую просто потусоваться дома, поснимать тиктоки, снять для вас домашний блог, где с вами болтаю о чем-то, что-то показываю. Показываю, как я снимаю тиктоки, сколько дублей у меня на это уходит или не уходит, какие-то с первого раза. Ну, короче, типа за кадром. И еще у меня есть к вам вопрос, который меня интересует прямо сейчас, в данный момент, в данную секунду. Знаете ли вы косметику от бренда Аравия? Я не один раз слышала об этом бренде и видела даже в салонах красоты. Но у меня как-то руки не доходили попробовать. И, кстати говоря, Аравия это российская косметика, которая производится в Подмосковье на собственном заводе. Компания выпускает салонный и домашний уход за кожей тела и лица. И еще Аравия Профессионал не тестируется на животных. Мне очень зашла серия косметики для ежедневного ухода кожи лица после профессиональных процедур в салоне для межкурсового ухода. Ассортимент серии в данный момент состоит из 25 средств, разделенных по основным проблемам кожи. Уход для жирной и проблемной. Уход для сухой кожи. Уход для нормальной кожи. Я считаю, что очень важно правильно подобрать косметику. У всех все индивидуально и многие марки, бренды могут просто не подойти вам. Я точно знаю, что не нужно заниматься самолечением. И, к сожалению, процентов 80 женщин неправильно подбирают себе косметику и уход. И я долгое время была в их числе. Философия Аравия Профессионал. Создание средств с хорошим рабочим составом. Но по достаточно демократичной цене, чтобы большинство косметологов могли оказывать недорогие салонные услуги ухода за лицом, которые будут по карману большинству женщин. Для тех, кто не имеет возможность посетить салон или желает подобрать средства самостоятельно, Аравия создала тест, который вы можете пройти по ссылке в описании. Я его прошла и вот, что мне показал тест. Эту косметику легко можно заказать в интернет-магазине. И я рекомендую рассматривать ту косметику, которую вам посоветовал тест. И специально для вас оставила в описании промокод на скидку 30%. Такая у нас чил-зона. Да, Вив? Чил. У тебя здесь чил? Кайфуешь? Кайфуешь? Не знаю, стричь собачку или нет. Ну, не самой, конечно. Отвести ее к этому грумеру или как его. Голос. Покажи голос. Голос. Вкусняшку дам. Голос. 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 Громче. Голос. Ну, это что такое? Это как будто чихает. Пойдем, пойдем. Голос. 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 Громче. Голос. Ну, на, молодец. Вот так мы гавкаем. Пи-пи-пи-пи-пи. Такой вот у Вивы уголок. Кайфовый, да? Такой у нее уголок. Там ее лежаночка. Все, водичка. И здесь ее магниты. Она сидит, тут кушает, жует и разглядывает собачек. А вот и Вивочка. Сейчас у меня заряжается телефон, и мне нужно придумать, что снять. Ну, как придумать? Знаете, меня поражает то, что некоторые... Чемусь леденький. Привет. Хорошо тебе, да? Царица. Хочу быть собакой. Сучу. Скучно, наверное, космат. Так вот, меня поражает, когда мне в ТикТоке кто-то пишет «Придумай свою идею». Зачем? Не, понятное дело, что если мне в голову придет что-то классное, смешное, гениальное, то я это сниму. Но пока как бы такого не произошло, я не хочу терроризировать свой мозг. И знаете, это вот... Посмотрела я тут интервью Моргенштерна, я не к тому, что так нужно жить, как он, но вот в чем-то я с ним согласна. Типа пофиг на всех. Нет, есть какие-то моменты, то, что нужно стараться делать что-то клевое, прикольное, то есть я не поддерживаю там пернуть микрофон в трек, да? Хотя если никто не понял, что это, то почему нет? Короче, я просто к тому, что каждый раз, когда я заморачиваюсь, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, ну, есть ли у вас тоже такое, но каждый раз, когда я заморачиваюсь, всем на это пофиг. Типа, знаете, чем больше времени, сил, энергии я потрачу на создание чего-то, чаще всего люди такие, ах, и чё? Как только я перестаю заморачиваться и делаю просто вот что-то за секунду, такие, вау! Это я даже, вы знаете, с чем сравниваю тикток? Почти все мои тиктоки, ну, мало таких тиктоков, которые не набирают из 100 тысяч просмотров. Я просто к чему? Что то же самое я хочу рассказать про переодевашки. Я понимаю, что они нужны, ну, как бы это прикольно. Ну, снимать в тикток, там, и для инстаграма это прикольно, в принципе, можно же контент и туда, и сюда выставлять, какой-то, не весь, понятно, но какой-то, что, в принципе, я и делаю. То есть я какие-то видосы из тиктока загружаю также в инстаграм, в ленту, и это прикольно, потому что эти видосы заходят людям, они их пересылают друг другу, ко мне там на страницу больше людей заходят, охват поднимаются, ну, как бы классно, мне нравится. То есть я с тиктока, ну, если вам интересно, не зарабатываю. И я не знаю, буду ли я что-то зарабатывать в тиктоке когда-то, тикток я веду первоначально, и самое главное, и я думаю, что в этом всегда залог успеха. Тикток для меня это позитив какое-то, хорошее настроение и активность. И, знаете, активность не только аудитории моей или новые какие-то люди приходят, а активность, в первую очередь, моя, потому что мне это весело, мне это интересно, чтобы снять тиктоки, нужно же какую-то активность проявить, да, там, не знаю, накраситься, походить туда-сюда, свет притащить, ну, как бы всё равно, знаете, ты не сидишь. Может, даже и память тренирую, потому что я там иногда текста сижу, запоминаю. Не всегда у меня, конечно, получается идеально попасть в слово в слово, я понимаю, что я могла бы побольше репетировать, но если я один-два раза чуть-чуть, типа, раньше начала или отстала, окей, я могу выставить, но, понятное дело, я снимаю, сохраняю в черновик, пробую ещё, ещё, ещё. Но тут очень важно для меня эмоции. Я у кого не спрашиваю про тикток, я говорю, вы смотрели мой тикток? У менеджеров, у знакомых, у родителей, у там, у кого не спрашиваю, все говорят, да, это вообще-то рождена для тиктока. Ну, может быть и нет, может быть и да, но это весело. И, опять же-таки, скажу, мне почему-то так грустно, я почему-то не верю, что, знаете, мне прям хочется испытать это чувство, как когда-то раньше, когда я была маленькая и говорила, типа, «Офигеть, у меня 50 тысяч подписчиков на YouTube!» Знаете, вот это чувство, ну, не знаю, знаете вы или нет, если вы блогеры, там, с подписчиками, то вы знаете это чувство, когда ты, ну, типа, убеждён в том, что никогда не будет больше. Вот как я уже смирилась, что у меня никогда на канале не будет 2 миллиона, потому что это настолько медленный рост, и я понимаю, что кто-то сейчас напишет, «Ну, понятно, ты контент какой снимаешь, блоги просто про свою жизнь, никому это не интересно, а мне интересно, вот знаете, мне интересно». И эти блоги смотрят. Я понимаю, что там нужно, конечно, в идеале добавлять какие-то рубрики, но я не хочу засирать свой мозг, ваш мозг. Столько информации в интернете я хочу делать просто от души. И я верю, что то, что ты делаешь от души, оно всегда лучше зайдёт. Ну и плюс ко всему, конечно, у меня нет какой-то классной идеи сейчас, чтобы я такая, «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». То, что, типа, мне бы, может, хотелось сделать, это очень дорого, то есть для этого нужна большая команда. Я в очки, мне через месяц... 23. Я не хочу. Реально неохота. Неохота стареть. Почему я уже такая взрослая? Мне хочется, чтобы мне снова было 16. Только с такой внешностью, как сейчас. Так что да, если вы не смотрели мой тикток, обязательно посмотрите, он меня безумно вдохновляет, и это моя какая-то отдушина. И там я не боюсь показаться какой-то стрёмной, смешной, и это кайф, что там как-то не знаю. Инстаграм это мой журнал, где я, ну, как бы секси-чика. Ютуб это, ну, как бы моя же туха, братуха, и всё в этом духе, а тикток это вот прям вот это. Что же мне с волосами делать? Я хотела сегодня закрутиться, накрутиться. Стойте. Хотелось бы вам показать, как люстра меняет всё, насколько темно в этой комнате. Представляете, это весь свет. На камере вам ещё может показаться, что здесь есть свет, но нет. Здесь максимально мало света. Эта люстра просто жесть. Мы её будем продавать. Тут работает раз, два, три. Три! Собака, три! По моей памяти эта люстра стоила, ну, выглядит красиво, да, вот так вот. Вай, вы посмотрите, как красиво блестит. Ну, просто восторг. Вот, как красиво, как красиво. Короче, будем её продавать. По моей памяти, по-моему, она стоила, типа, от 30 тысяч до 50, что-то в этом духе. Если будете делать там ремонт, что-то хотите поменять, выглядит прикольно, но света не даёт. Мы, знаете, вы думаете, а что лампочки? Сложно воткнуть лампы. Так мы их втыкали. Просто не работает. А в соседней комнате у нас люстра, как на кухне. Вот здесь, которая, да, была здесь такая люстра, как на кухне и в спальне. И она просто сдохла. Поэтому мы как бы поменяли, чтобы был свет. И это самая светлая комната у нас в доме просто. Вот здесь сейчас столько света, даже светлее, чем здесь. Хотя здесь не работает это, работает только вот эта фигня и мой тот свет. Итак, внимание. Посмотрите, как светло. Скотина. Просто сравните комнаты. Вы представляете, в каком аду я живу? Нам нужно просто снять вот эту бандурию. Ну, понятно, не самим. Это слишком тяжело и геморренно будет. Вызвать электрика, чтобы он помог нам всё это сделал. И купить просто новую люстру. И этим нужно заняться, я считаю, лет пять назад. Вот, поэтому такие новости. Ну, когда здесь светит солнышко, очень красиво. И ещё из-за этой люстры на стенах, видите? Не могу сказать, что мне это не нравится. То есть, как-то загадочно даже. Необычно. Но, извините, зачем мне это надо? И сейчас ещё я сидела, оформляла заказ на эко-маркете. Стейки заказала. Рыбу заказала, стейк тоже. Петрушку заказала. Чё ещё? Орешков я заказала. И трубочки со сгущёнкой. Короче, немного заказала. Так, самое главное было заказать стейки. Ребята, всем привет. Новый влог. За два дня никакая мася результат не покажет. А Кридерм покажет. Тоже хотела написать. Надо комменты посидеть, почитать. Ничего не понимаю, зачем дедушке в Грузии виноград из Москвы. Что за каламбур? В Грузии сейчас нет хорошего винограда кишмиш, который любит дедушка. И у нас с ним бартер. Понимаете? Он мне вино, я ему виноград. Вот и всё. Ну, как бы, чё уж. Вроде, наоборот, из Грузии виноград везут, а вы наоборот. В прошлом влоге я говорю, ребят, ну, я знаю свою аудиторию, но это ребята чуть постарше, чуть помладше. Мне 22 сейчас. Ну, типа, там, может, 18, там, 25 лет. Ну, так, чуть-чуть постарше, чуть помладше. Девушка пишет, чуть постарше, чуть помладше. 32-летняя я. И вот этот смайлик этой башки из музея. Кстати, я его видела в Лувре. Ну, ты понимаешь, да, что я смотрю тебя ту его кучу лет. Пишет девочка в коммент под этим комментом. О, привет, мне тоже 32. Привет, мне 30. И другая девушка пишет, привет, мне 38. Это очень мило. Это очень приятно. В такие моменты я думаю, блин, я классная. Помню времена, когда все писали, что я тупая, неинтересная. А, ну, сейчас тоже так пишут. Не, на самом деле, знаете, мне так приятно. Я не знаю, что изменилось. Но моя мама мне даже говорит то, что ты намного лучше стала говорить. Как-то вот... Ну, понятно, что иногда я туплю. Иногда я часто говорю всякие слова-паразиты. И все в этом духе. Но все равно я думаю, что из-за того, что я чаще снимаю видосы, больше читаю. Не знаю. Ну, в общем, не знаю почему, но я тоже ощущаю, что мои видео стали более... Да, много тупников, но при этом я говорю, мне кажется, лучше. И я просто к чему это все веду, что мне безумно приятно, что меня смотрят такие взрослые люди. Это льстит очень мне. Мне это очень приятно. И мне это говорит о том, что я интересная. Да, начнется срач по поводу того, что они выкинули еду на мусорку. Я думаю, что то, что мы выкинули... В прошлом влоге я рассказала, что мы выкинули 4, блин, огромных пакета с банками. Там типа помидоры, огурцы, какие-то это... Томатная паста, я лет сто, наверное. Мне кажется, что это уже даже небезопасно есть. Если бы там было что-то хорошее... У нас нету такого в подъезде, что в подъезде оставить. А знаете, во многих квартирах, в домах там, ну, в подъезде есть, типа, как... Не знаю, заходишь там, где вот эти ящики, да, для писем, почты, а писем. Там бывают люди оставляют какие-то вещи, какие-то штучки. Ну, типа, даже мы не раз так делали. Вот я помню клетку хомяка. Я, по-моему... А, подожди, я ее разве кому-то не отдала? По-моему, я кому-то ее отдала. По-моему, я ее не выкидывала, а отдала кому-то. По-моему, да. Я, по-моему, кому-то из подписчиков отдавала. Не помню, блин. Ну, если я тебе отдавала клетку от хомяка, я, по-моему, даже корм передавала. То напиши. Ну, короче, суть в том, что я не помню. Что-то вот, ну, какие-то такие вещи мы можем, ну, мамы, я когда жила, оставить в подъезде. Типа, там, не знаю, ботинки какие-нибудь, куртку, там, что-то такое. Ну, грубо говоря, какая-нибудь там, не знаю. Типа то, что жалко нести на помойку. А бывают такие моменты, но бывают такие моменты, что я знаю, что это мусор в моей жизни. Но я понимаю, что может быть кто-то, у кого нет возможности, захочет это себе. И я это могу оставить около мусорки, ну, там, где почище. Я. Не люблю убираться. Хорошо, что можно воспользоваться клинингом и потратить это бесценное время на что-то другое. Что-то другое. Листаю Инстаграм в кровати 3 часа. Как часто стали выходить. Зачем виноград в Грузии? Там не продается. Очень интересно. На самом деле, все очень просто. Дедушка у меня попросил. Мне все равно, даже если в Грузии есть такой виноград. Что мне, сложно, блин, пойти у нас купить виноград. Я, ну, просто дедушка любит виноград. И я думаю, что, конечно же, в Грузии есть рынки, есть хорошие магазины, фрукты. Но вот, видимо, может быть там какой-то не сезон сейчас. Или просто нет его любимого кишмиша, который в Москве он покупал. Поэтому, господи. Меня поражает Юля. Теперь понятно, почему у нее не проходит прыщи. Мазать 2 дня и не увидев результат, решить, что мазь не помогает. Серьезно? Для результата хоть начального недели 2 надо мазать. Тем более, у Юли запущены случаи. Объясню, почему. Дедушка мне что сказал? Что вот эта мазь, семейный рецепт, она ему за 2 дня какую-то болячку вылечила. Я думаю, ну, как бы, блин, понимаете, в чем фигня? Вот эта мазь, семейный рецепт, я в душе не чаю, что там в этом семейном рецепте. Клянусь, не знаю. Я не знаю, что туда добавили. Может, туда добавили какую-то штуку, из-за которой у меня сейчас борода вырастет. Понимаете? Я не знаю. Поэтому я решила, что я 2 дня помажу, попробую, посмотрю вообще, хоть что-то изменится. Это не такая мазь. Я думаю, что это что-то в духе, может быть, левомиколи, который должен был высосать. И как бы я не увидела какого-то результата. А по поводу вот этого комментария, это просто фигня. Потому что столько мазей в своей жизни я перепробовала. И пользовалась ими и по 2 недели. 2 недели это самый минимум. Вот то, что мне в прошлый раз выписал дерматолог, Азелик и Элидел, Элидел или как его. Я этим мазалась месяц. Результат есть? Нет. Сухая рожа. И как будто еще больше вылезло прыщей. Так что вот так. Так, вот люди пишут. Смотрю, Юлю уже достаточно давно. Сейчас мне 17 лет. Ну, это примерно то, что я и говорила. Плюс-минус там мои ровесники рядом. Хотя 17 лет для меня это как будто бы так мало. Но я понимаю, что 17 лет это Карина Ракелян. Она очень классная. Короче, это я просто к чему веду, что недалеко мы ушли друг от друга. По возрасту, по годам. Но все равно получается 5, 6 лет разница. Так, вот и под этим комментом пишут. 19, 21, 26, 17, 16, 18, 19, 18. Другие. 16, 25, 17, 17, 21, 16, 25. Прикол. Юля говорит про 14-летних девчонок, я которой 12. Коммент угарущая. Блин, как мне достали вот эти вот люди, которые под каждым комментом оставляют коммент. Ой, зайди на мой канал, посмотри, пожалуйста. Я такое там снял, буду тебе очень рад. Ну, типа, это что за маркетинг такой? Маш неделю, накопительный эффект. Ребят, мне не знаю просто. Я реально, я просто боюсь, что у меня борода вырос. Я не знаю, что там. Что там за травы, что там за мази смешные, что за лекарства. Когда будут влоги по 50 минут, я теперь не успеваю убираться под видео. Значит, надо убираться быстрее. Ну, не знаю, ребят, я просто снимаю так, как получается. Вот если какой-то насыщенный день, много чего рассказать, то много выходит. Если нет, то немного выходит. Давно не слышала от тебя про астрологию, ведь недавно был ретроградный Меркурий. Интересно, это как-то повлияло на ту жизнь? Да, у меня сентябрь или октябрь, я не помню. Я прям жаловалась в сторисе, что это просто ужасный месяц. У меня просто апатия. Короче, вот я говорю, тикток. Вот этот ретроградный Меркурий был, да. Он, по-моему, закончился 3 ноября. Я даже смотрела в этом лунном календаре. Ше болит. Скоро мне 23. Так вот, у меня ужасное было настроение. Я постоянно была агрессивная, злая, без настроения, без желания что-либо делать. Еще и погода испортилась. Ну, как бы на меня это очень повлияло. Да и вообще, в принципе, на меня погода влияет. Вот. У меня опять режим ужасный. Я, кстати, все думаю, знаете, так интересно. Мне кажется, что вот тот невроз, который у меня был, он еще у меня появился из-за неправильного режима. Потому что я помню, что, ну, понятно, из-за таблеток он у меня прошел, да. Ну, кто следит за мной, то вы в курсе об этой истории. Кто нет, то просто посмотрите все мои влоги. Вот до Турции, которые еще были. И в Турции, и после Турции. Вот примерно вот этот период. Таблетки, конечно, мне помогли, да. Но еще я в тот момент, из-за того, что была в Турции, ну, полетела. Я там исправила свой режим. И в Москве достаточно долго продержалась этим режимом. То есть я ложилась, там, до двух часов ночи. Может быть, даже раньше, там, в 12 в час. Для меня это... А я в это время только кушать сажусь, знаете. И что, и что. И вставала я в 9.30, в 10. Максимум. Это, знаете, как у меня все по наклонной шло. Сначала в 9.30 вставала. Давай, 9.30, солнышко, пошли. Потом я такая, ну, ладно, сегодня в 10 стану. И так несколько дней в 10 стою. Потом что-то как-то один раз поздно легла. В итоге такая, в 10.30 еле встала. Ну, ладно, в 10.30 все. И так вот у меня пошло-поехало. Сейчас у меня будильники каждый день стоят на 12.20, на 12.30 и 12.40. И уснуть я очень долго не могу. И самое ужасное, что каждый день я этот будильник просыпаю. Я его выключаю, и я думаю, что, ну, ладно, все, встану. Ну, так всегда. Мне очень сложно. Я очень из-за этого бешусь. То есть, ну, я неуравновешенная. Реально считаешь, что 14-летние не смотрят тебя? Я так не считаю. Мне, наоборот, очень приятно, что меня смотрят все. И взрослые, и не вз... Ну, как бы, и 14-12 лет. Я же ничего плохого не говорю. У меня 14, я мальчик, мне очень нравится смотреть твои видео. Прикольно, спасибо. Привет, мне 33, ты лучшая. 33. Никто, абсолютно никто. Что Юля, 22 годика. Я вообще, знаете, доисторический человек. Да, дозатор прикольный вообще. Весело. А мне сегодня 39. Я смотрю твои видео очень давно и с огромным удовольствием. Спасибо. Блин, что я телефон не заряжаю? Дубина тупая. Я тупая дубина. Если у вас прыщи, что я вам порекомендую? У меня же такой большой опыт интересный. Если вы ни разу не ходили к дерматологу, то попробуйте сходить. Я все равно порекомендую, потому что это самый легкий первый путь, который, мне кажется, должен пройти каждый, как минимум для того, чтобы познакомиться с дерматологом. Он вам что-то пропишет. Вы попробуйте то, что он вам пропишет. Кто знает, может, вам это поможет. Почему? 16 лет, а я эту историю обожаю рассказать, уже рассказала, у меня были жесткие прыщи. Я еще тогда вернулась из Лондона, я была жирная, у меня кожа ужасная была и до этого. А стало еще хуже. И я пришла к дерматологу. Мне прописали 3 мази и 2 таблетки какие-то. Я их пропила месяц. И прыщи у меня в следующий раз откуда-то появились 18 лет, по-моему. То есть 16 лет. Ну, короче говоря, 2 года у меня была хорошая кожа. Реально стало лучше. То есть даже, может, не в 18, слушайте, а блин. Даже позже, наверное. Ну, короче, это я просто к тому, что вот мне тогда помогло. Да, у меня это как бы вернулось. Но я знаю, что даже если руокутан пить, от которого куча побочек, у тебя тоже могут вернуться прыщи. То есть никто не застрахован. Вот. Потом уже, конечно же, сходите к гинекологу тоже, сдайте кровь, эндокринолог, гастроэнтеролог и обязательно все анализы крови и все в этом духе. Вот. Мне приходят каждый день анализы на почту, с которыми в пятницу я пойду к гастроэнтерологу. И там какая-то дичь начинается непонятная, в которой я уже не разбираюсь. То есть мне приходил обычный там общий, на аллергию я тоже не поняла. Но единственное, что я поняла, там было написано, есть один раз в неделю грибы. Я это не поняла. Там какая-то рекомендация, что мне нужно раз в неделю, по-моему, есть грибы. Вы такие, грибы, ну и грибы. Я каждый день ем грибы. Я вообще люблю грибы. Я их ненавижу. Я их не ела лет... ...двадцать. Короче, нет, ну хорошо, я просто к тому, что в грибы последний раз я пробовала. Может быть, даже, знаете, не то, что пробовала. Может быть, я какое-то блюдо в ресторане ела. И вот там вот я заказала бифстроганов, да, с пюре. Попросила, чтобы убрали все грибы. Они их как-то убрали. Например, один тоненький кусочек гриба остался, и я его съела. Но я этого не знаю, даже не помню. То есть вот это вот такой случай, когда я могла съесть гриб. Потому что я никогда в своем уме, сознании и светлом рассудке, или как-то сказать, никогда не соглашусь съесть гриб. И тут мне приходит рекомендация, есть гриб. Знаете, я, конечно, поржу, но честно, если бы мне сказали, что если я буду есть грибы, у меня пройдут прыщи, блин, да я бы каждый день по две банки съедала, реально. Ну то есть мне вот как бы это было бы легче пережить, кушать грибы. Я еще томатный сок ненавижу, но я знаю, что томатный сок, который в пакетиках продается, такой там от всяких бренд, там, ну, G7, Rich, ну, я его не ем, не пью томатный сок. Но люблю, ну не люблю, в смысле, но пью, не пью. Как-то раз мы с бабушкой решили сесть на диету, но нужно было пить томатный сок не такой в пакетиках, а вот такой в банке, знаете, без соль, там, сахара или что-то такое, без добавок всяких. Это было ужасно. Я и так томатный сок не люблю, а тут еще и это, ну, короче, ужас. Я вообще помидоры, в принципе, я не фанат помидоров, если я огурец еще могу съесть, да? Ну, в смысле, вот салат огурцы, помидоры, лук, например, зелень какая-то, ну, вкусно, прикольно, вместе. Просто так съесть помидор? Зачем? То есть я, если ем какие-то там маринованные, малосольные, еще какие-то там только огурцы, помидоры никогда, то есть никакие закуски из помидоров, то есть помидоры у меня чисто в салат. А, ну, еще в каких-то бутерах, знаете, в бургерах что-то вот, окей, да, окей. Но вот чисто помидор никогда не ем. А тут еще и сок томатный. Ну, короче, да, у меня такие, блин, предпочтения. На самом деле, я много еды не ем, потому что не люблю, она выглядит страшно, не хочу. А грибы для меня это вообще ужас. Какой-то склизень съесть для меня это, склизень. Слизень. Ну, короче, мерзко, я бы так сказала, не хочу. Ну, глядя на то, что у тебя в холодильнике, неудивительно, что у тебя есть проблемы с кожей. А что у меня там такого? В холодильнике у меня овощи, фрукты, банка с огурцами. Ну, показывай уже. Мороженое, которое я не ем очень редко. Типа раз в три месяца. Наггетсы у нас там, которые ели мы вчера, а до этого не знаю, сколько они ели. То есть, это наггетсы, это такой чисто быстрый способ, когда, ну, весь день замотался, устал, как бы нет времени что-то нормальное готовить. И пожарил наггетсы, ну, как бы норм. Что там еще? Пельмени, пельмени тоже мы давно не ели. Ну, то есть, типа, вот это, знаете, опять из крайности в крайность. Ну, ладно, мне на самом деле пофиг. Карина тут ходила тоже к косметологу кому-то там, не знаю, как правильно. И она рассказала, значит, что у меня прыщи. Ну, Карина рассказала врачу, что вот у моей подруги вот так-то прыщи. И она вот что ест, пьет, как бы чем она питается. У нее... И, типа, врач ей сразу сказала, типа, ой, не продолжай. Даже не продолжай, все понятно. У нее из-за этого прыщи. У меня такая идея. Я буду до самого конца с пеной у рта вам говорить, что... Я в это не верю, дело не в этом. Пока какие-то кучи миллиардов анализов не скажут. Девочка моя, так у тебя аллергия на все, что ты ешь. А все, что ты не ешь, себе можно и вылечить твои прыщи. Вот если мне анализы покажут, что я что-то не так ем, и именно поэтому у меня прыщи, я вам всем скажу вот что. Вы были правы. Мне нужно было исключить это и это. Теперь я знаю это не от подписчиков в комментариях, а от врачей и моих, самое главное, в первую очередь, анализов. И тогда что-то получится. То есть вы как будто бы моя мама, да, а я ваш ребенок, и вы со мной спорите все это время. А я вам говорю, нет, ты не понимаешь. Вы, блин, за это знаете, я думаю, что позитивный настрой вылечит мои прыщи. Мне кажется, прыщи это как месячные. Как с***. То, о чем не принято говорить. А я говорю, да ладно, подумайся. А еще кто-то предполагает, что прыщи вокруг рта могут быть из-за того, что я целую вивочку, свою собачку. Прыщи вокруг рта у меня были и до вивочки. Не до этого. Я думаю, что нужно просто изнутри смотреть, думать. Даже, знаете, вот я жду-жду анализы, не понимаю, не могу их расшифровать как-то правильно, понять, как бы влияет, что-то не влияет, это норма, не норма. И у меня есть, как бы, с одной стороны, надежда, что все анализы хорошие. Ну, как бы, ну, блин, дай бог, да, что уж там, здоровьечка. А с другой стороны, я как будто бы надеюсь на то, что мы увидим какое-то там, какое-то отклонение, я не знаю, от нормы. И мы такие, типа, а, так просто надо было пропить этот лактофильтром, типа. Ну, я думаю, что это, конечно, не так работает. Ну, ладно, вы все-то знаете, в общем. А, блин, я не попадаю. А, блин, я не попадаю. А, блин, я не попадаю. Ну, вкусно. Блин, надо света все-таки больше. Ах, была бы у меня комната посветлее, то можно было бы и этим обратить. О, вообще прям качество другое. Супер! Теперь меняем обратный образ. Простите, было бы можно? Нет. А мне настрать, если рамбо зайди. Еще раз. А мне настрать, если рамбо зайди. 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 Простите, к вам можно? Нет. А мне настрать, если рамбо зайди. жена ты кем мечтаешь работать не читай работать жена не должна мечтать работать жена ты кем не tires работать и читаю работать жена не бы Весна по эмоциям, но не хорошо попала в текст. Жена не должна мечтать работать. Ну вот это, наверное, лучший. Жена, ты кем мечтаешь работать? Обычно я без фильтров ставлю, либо портрет какой-нибудь. Жена, ты кем мечтаешь работать? Мечтаю работать? Так, обложку. Какую-нибудь красивенькую. Хештег рек. Карина сказала, что они не работают, но почему-то я хочу думать, что они работают. Ну, понятное дело, что когда у тебя миллиард подписчиков, то пофиг на эти хештеги. Но мне просто интересно все-таки. Вдруг работают. Хотя иногда я не ставлю и смотрю. Ну, хотя можно сегодня вообще нигде не ставить, знаете, ради интереса. И посмотрим, залетит, что-нибудь не залетит. Так, тут уже у меня 831. Вот наш новый. Жена, ты кем мечтаешь работать? Мечтаю работать? Жена не должна мечтать работать. Угу, смена лука. Я решила, что для следующего моего образа, да и вообще в принципе, сегодня я буду снимать с хвостиком. Но не с обычным, а с залаченным. Потому что мне надоели эти вылезающие волосы. Почему голова так быстро пачкается? Ах ты ж тварь! Вы видите этот кусок волос? Он все равно вылезает. Ладно, я сейчас с ним разберусь. Ну, другое дело. Хотя и без лака нормально. Иначе вот это будет вылезать. Подросли какие-то или отломились. А с чего вы ему отлавливаете? Я там ничего не делаю. Ладно. Лак нам поможет. Сначала еще раз вот так вот. Затем я пик в голову буду мыть сегодня. Вы посмотрите на него. Как-то лучше. Кажется, я успокоилась. Как ты нужна мне? У тебя что-то случилось? Ничего. Кроме того, что я тебя ужасно люблю. Ни п***. Почему, если я говорю тебе нежные слова, тебе сразу кажется, что мне что-то нужно? Потому что ты говно. Ну что ж, итого, сегодня я сняла 6 тиктоков. Ну, это не очень много, но мне уже не хочется. Вот, просто еще из-за того, что я сегодня снимаю влог, потому что уже поздно, и я хочу кушать. Еще привезли эко-маркет, и я сейчас пойду готовить. Думаю, что... не знаю. Сейчас еще спрошу, что хочет Слава, потому что у нас есть рыба и мясо, и можно выбрать либо рыбу, либо мясо. Но мясо, наверное, будет быстрее, потому что рыбу минут 40 где-то делать, а мясо минут 25. Ммм, вкусный ужин, потом смою макияж, помою голову и лягу в кровать отдыхать. Вот, на этом, наверное, я с вами прощаюсь. Если хотите посмотреть, что получилось, то, что я снимала в тикток, то скорее заходите ко мне в тикток. Наверняка там уже появились новые тиктоки, не те, которые я снимала сегодня, а те, которые я буду снимать завтра или послезавтра, смотря, когда выйдет этот влог. Люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!